Всем привет, это Стас, и сегодня мы узнаем о такой штуке, как характеристическая скорость, или как её ещё часто называют покороче в КСП, Дельта Ви. Именно так я её и буду дальше называть. Обычно это изменение скорости, которое нужно для выполнения какого-то изменения траектории космического аппарата, но ещё так называют величину, которая напрямую показывает, на какое изменение скорости ракеты в ракете хватает топлива. И именно про это сегодня мы и поговорим. Зачем вообще знать про эту скорость? Ну, на этот вопрос есть очень простой ответ. Когда мы строим ракету, нам рано или поздно надоедает подбирать, сколько ж топлива в неё нужно залить, чтобы выполнить всю программу полёта. Ведь для этого нужно было бы запустить её, убедиться, что его не хватило, опять переделать, запустить снова. И тут же возникает вопрос, а нельзя это как-нибудь посчитать? Ну, конечно же, можно. И есть даже моды, которые позволяют это сделать, не напрягая себя вычислениями вручную, например, Мехджеб или вот Кёрбал Инженер Редукс. Причём они позволяют это делать не только пока вы собираете ракету, но и могут показать, сколько у вас осталось этой самой характеристической скорости прямо в полёте. При этом всегда в том или ином виде используется одна широко известная формула, которую вывел Константин Эдуардович Целковский ещё в 1897 году. Хотя на самом деле похожие задачи по выводу уравнений движения тел с переменной массой люди решали ещё с начала 19 века. И выглядит эта формула как скорость у нас получается путём умножения удельного импульса на логарифм натуральный отношение полной массы к пустой массе. И на самом деле эта формула получается интерферированием дифференциального уравнения движения материальной точки с переменной массой. Причём в этом ничего страшного и сложного как оказалось нету, особенно если вы знаете откуда всё взялось. Есть один популярный способ вывести такую формулу, чтобы понять откуда она берётся, которую я сейчас покажу. Но на самом деле вам не обязательно понимать откуда она берётся, просто это было интересно мне самому, вам может быть полезно для общего развития. И в общем так можно вспомнить кое-что из школьного курса математики и даже может быть первого курса университета. Итак, как получить формулу Циолковского? Давайте представим себе некоторую вот такую вот ракету в космосе, на которую не действуют никакие силы. То есть она движется равномерно, прямолинейно, у неё есть масса m и она движется со скоростью v. Также есть в ней некоторая масса топлива, которую мы называем Δm. Так что полный импульс вот этой всей системы, то есть ракеты вместе с топливом равен массе ракеты плюс Δm и всё это умножить на скорость. Теперь представим, что прошло некоторое время, в течение которого у ракеты включился двигатель, она выбросила за время Δt вот такую вот массу топлива Δm. И теперь топливо это движется со скоростью v, а ракета движется со скоростью v плюс Δv. Теперь мы снова запишем полный импульс этой системы, и он будет равен скорости ракеты плюс Δv, умноженной на массу ракеты, плюс импульс вот этого вот топлива, которое теперь движется со скоростью v. Однако это у нас была система координат наблюдателя, то есть нас, если привязать вот эту вот систему координат к ракете, то топливо движется относительно ракеты, поэтому мы можем знать некоторую скорость, это будет скорость у нас v, с которой мы это топливо выбросили. Это на самом деле тот же самый удельный импульс в некотором виде, и мы можем нашу скорость в нашей системе координат посчитать от скорости в системе координат ракеты путем вычитания из скорости ракеты нашей скорости, с которой ракета это топливо выбросила. Получается вот так вот, и теперь мы можем таким образом внести в наше значение импульса этой системы наш удельный импульс. Ну просто потому, что нам это нужно, правильно? Правильно. Поэтому полный импульс системы теперь равен не просто Δm умножить на v, а мы вместо него подставляем скорость ракеты минус скорость выброса газов или топлива. И таким образом мы проходим к тому, что нам нужно теперь из этого изменения или неизменения импульса узнать, насколько же поменялась скорость ракеты, то есть узнать Δv, собственно. Поэтому мы берем и пытаемся вычислить разницу в импульсах до включения двигателя и после. Поэтому мы вот эти вот значения импульса, которые мы получили из наших картинок, и путем размышлений мы их теперь вычитаем. То есть подставляем вместо P2 вот это вот значение P2 и вместо P1 вот это вот значение P1. После этого мы раскрываем все скобки и убираем все те элементы, которые имеют противоположные знаки. Остается у нас только m умножить на Δv минус Δm умножить на vE маленькое. Это у нас изменение импульса. Есть такая штука, как второй закон Ньютона, который говорит, что при отсутствии внешних сил импульс системы не меняется. Поэтому, так как у нас действительно по начальным условиям никаких внешних сил на ракету не действовало, и на топливо тоже, только силой, которая действовала от ракеты на топливо и назад, вот это вот изменение импульса у нас будет равно нулю. Поэтому можно смело утверждать, что m умножить на Δv минус Δm умножить на vE равно нулю. И из этого уравнения путем очень простых преобразований, то есть вставляем сюда вместо Δv, dv на dt, это производная скорости по времени, вместо Δm мы подставим такое значение, которое будет относительно массы ракеты. Мы скажем, что у нас Δm теперь значение отрицательное, потому что мы его вычли из массы ракеты, и мы вместо него запишем сюда производную, то есть dm по dt, изменение массы по времени, умноженное на скорость истечения топлива. Получается вот такое дифференциальное уравнение, которое теперь нужно решить. Нам в данный момент не очень интересно время, за которое все это произошло. Нам интересно вот это вот dv на dt. Какое было изменение скорости за это время? И мы знаем, насколько изменилась масса за это время. Само время нам не интересно. Поэтому мы для удобства переносим ту часть, которая связана с изменением скорости ракеты, влево, а ту, которая связана с изменением массы, в правую часть, как известно. Теперь нужно эти обе части проинтегрировать. И мы интегрируем dv от v0 до v1, то есть изменение скорости от начальной к конечной мы хотим получить. И должны проинтегрировать массу. Нужно проинтегрировать вот эту функцию по m от массы ракеты полной до массы ракеты пустой. У нас есть также скорость, с которой выбрасывается топливо, но эти значения нам известны. Поэтому ничего с ними мы не делаем. Дельта v это и есть изменение скорости. И также это результат интегрирования. Так что мы просто вместо этого интеграла можем записать то, что мы ищем, то есть дельта v. А вот с массой тут интереснее. Во-первых, чтобы проинтегрировать функцию в каком-то промежутке, вы находите первообразную вот этой функции. А первообразной такой функцией является натуральный логарифм. Это табличное значение. То есть идете, смотрите в таблицу, получаете логарифм натуральный. После этого вам нужно посчитать конечное значение первообразной и вычесть из него начальное значение первообразной. То есть мы подставляем в наш натуральный логарифм пустую массу, вычитаем из нее полную массу. Дальше, чтобы было чуть-чуть удобнее, потому что у нас тут есть лишний минус перед скоростью истечения, мы его переносим просто в скобки, и поэтому меняем местами полную пустую массу здесь. После этого есть такое свойство у натурального логарифма, это и любого логарифма. Если у вас есть логарифмы с одинаковым основанием, оно у нас тут одинаковое, и вы их вычитаете, то на самом деле это можно записать как не разницу логарифмов, а как логарифм отношения. То есть мы просто пишем теперь уже логарифм натуральный, массы полной делить на массу пустую сюда. И вместо вот этой скорости, которая у нас в скорости истечения была, мы можем также записать удельный импульс в секундах, умноженный на ускорение свободного падения, как мы говорили в прошлом гайде. И тогда мы получаем такую формулу, что скорость истечения, то есть удельный импульс на ускорение свободного падения, умноженный на логарифм, отношение полной массы к пустой, это и есть наши дельта ве. Вот собственно и есть это уравнение Сауковского, так оно получилось у нас. Вроде бы не сложно, кто-то может быть вспомнит, как это делается, и благодаря этим знаниям можно может быть посчитать что-то еще, что вас интересует. Теперь ее можно проверить для КСП, сверяясь с тем же Кюрбал Инженер, которому мы доверяем. Скажем, у нас есть спутник, у которого есть масса 524 килограмма с ионным двигателем, у ионного двигателя уделенный импульс 4200 секунд, и в нем есть 55 килограмм ксенуна. И подставляем все значения в формулу, получаем дельта ве равно 4200 умножить на 9,81, и умножить на натуральный логарифм 579 делить на 524, и мы получаем значение, равное 4112 метров в секунду. Это значение примерное, потому что мы массу спутника примерную взяли, топливо примерную взяли, и наше ускорение свободного падения тоже было примерным, неточным. Так что мы получаем значение, которое примерно соответствует значению, которое мы получили от Кюрбал Инженер. Ну и конечно, формула в таком виде все-таки хороша только для одноступенчатой ракеты, и вы не можете просто так взять и посчитать дельта ве для многоступенчатой ракеты, просто если там посчитаете массу топлива всей ракеты и массу всей пустой ракеты, потому что части ракеты вы будете сбрасывать, но они не являются топливом, и также в разных ступенях могут быть разные двигатели с разным удельным импульсом. Но это не слишком все усложняет, поэтому я это объясню в следующей части гайда, которая выйдет позже, но вы можете, наверное, догадаться и сами, что на самом деле для каждой предыдущей ступени следующая ступень является полезной нагрузкой, поэтому ее нужно к пустой массе добавлять вместе с топливом. А теперь попробуем еще на один вопрос ответить из этого вот уравнения. Сколько же топлива должно быть в ракете? Ведь сейчас мы просто узнали, как узнать скорость, которую она может развить, если вы знаете, сколько в ней топлива. Понятное дело, что для расчета количества топлива вам нужно вывести из формулы количество топлива от массы нагрузки и от ΔV. Так что снова переходим к математике, записываем снова наше уравнение. ΔV – это то, что мы хотим теперь перенести в правую часть, поэтому делим это все уравнение на ΔV, получаем вот такое вот страшное выражение, где у нас единица равна второе выражение ΔV делить на ΔV. Теперь хочется массу перенести в левую часть, как то, что мы ищем, поэтому мы делим обе части уравнения на логарифт натуральной массы, полной на массу пустую, получаем вот такую дрянь. Теперь нам не хочется иметь дело с вот этим вот единичкой делить на логарифт натуральной, поэтому как от него избавиться, нужно возвести обе части уравнения в степень минус 1, получаем логарифт натуральной массы полной на массу пустую, это ΔV деленное на удельный импульс. Теперь мы заменим массу полную на вот такое выражение, мы скажем, что у нас полная масса равна массе топлива плюс пустая масса ракеты. После этого мы можем заменить ее в нашем уравнении, уже интереснее, да? Теперь нужно как-то от логарифма избавиться. Как мы знаем, логарифт по некоторому основанию это степень, в которой возвели это основание, то есть если мы хотим убрать здесь логарифм, то нам нужно обе части уравнения подставить как степень числа E. После этого мы получаем вот такое выражение уже, то есть масса топлива плюс пустая масса делить на пустую массу, это равно E в степени дельтови делить на удельный импульс. Теперь нам хочется пустую массу все-таки тоже как-то убрать с левой части, поэтому мы умножаем все на пустую массу, получаем масса топлива плюс пустая масса равна массе пустой умноженной на E в степени дельтови делить на удельный импульс, после чего просто вычитаем из этого пустую массу и из этого тоже получаем, что масса топлива равна пустой массе умноженной на E в степени дельтови делить на удельный импульс минус пустая масса. И чтобы вот это все перевести к каноническому виду, который удобен для расчетов, мы просто выносим пустую массу за скобки. Для этого делим вот это вот на массу пустую и делим вот это вот на массу пустую, получаем масса пустая умноженная на E в степени ΔV делить на удельный импульс минус 1, потому что ME делить на ME это единичка. Вот такое вот выражение, его можно использовать для расчета количества топлива, которое можно в ракете при известной пустой массе и ΔV с удельным импульсом. Можно проанализировать, что мы сейчас получили, потому что это как бы фундаментальная особенность ракетостроения. Мы видим, что масса топлива зависит экспоненциально от ΔV. То есть чем больше вы хотите ΔV, тем сильнее и сильнее начинает расти количество топлива, которое нужно добавлять. Вот я здесь привел некоторое количество значений для аппарата массой 10 тонн и удельным импульсом двигателя в 280 секунд. Если мы хотим получить ΔV в 8 километров в секунду, то нам нужно 174 тонны топлива. Если мы хотим добавить всего лишь 100 м в секунду первый раз и получить 8100, то мы добавляем 6,9 тонны топлива. Но если мы хотим к 8100 добавить еще 100 метров в секунду, то нам нужно прибавить уже на 100 килограммов больше, Если мы хотим добавить еще 100 метров в секунду, то уже на 200 килограммов больше, чем в предыдущий раз и так далее. То есть таким образом на каждые 100 метров в секунду, которые мы пытаемся добавить, нужно добавлять все больше и больше топлива. И в какой-то момент может получиться так, что у вас для добавления следующих сотни метров в секунду вам уже нужно будет удваивать и утраивать массу топлива. Поэтому людям также стало интересно, как-нибудь можно прикинуть ли, что ракету вообще такую можно построить. Поэтому они ввели новые переменные. Они ввели такую вот массу конструкций, которые нужны для хранения топлива. И двигателей, которые нужны для ускорения и так далее. И рассчитывают его таким образом. То есть ввели какой-то коэффициент массы конструкции для единицы массы топлива. И чем этот коэффициент больше, они сказали, тем значит лучше. И по массе конструкции у них стало рассчитываться так. Масса топлива делить на коэффициент k. И это можно подставить в наше уравнение, которое у нас уже было. Привязав массу пустую ракеты к некоторому значению массы полезной нагрузки m0 и массе конструкций. После чего путем простых преобразований, которые я тут опускаю, потому что это не самое важное, что мы хотим знать. Тут простая математика. Мы получаем вот такое выражение. То есть масса топлива равна массе полезной нагрузки, умноженной на коэффициент массы конструкции для единицы топлива, умноженной на e в степени дельта V, делить на удельный импульс. И это все поделить на k плюс 1 минус e в степени дельта V, делить на удельный импульс. Числитель этого выражения всегда положителен. Почему? Ну потому что у нас такая вот степенная функция будет всегда положительной, она не может быть отрицательной. Коэффициент k у нас положительный, масса, естественно полезной нагрузки, отрицательной быть не может. Поэтому нас интересует только вот это значение, которое может быть отрицательным. Если k будет меньше этого значения, естественно мы вычтем большее значение, получится минус, и у нас масса топлива станет отрицательной, что быть не может. Так что, вот, используясь вот этой формулой, некий коэффициент К, который мы придумали, он должен быть больше. Если он не больше, значит такую ракету построить нельзя. У вас никак не получится. Ну и попробуем посчитать это в КСП еще раз, чтобы убедиться, что формула, которую мы так вывели, все-таки работает. Для простоты возьмем двигатель, который работает без окислителя, например, ионный. Допустим, у нас есть опять же спутник, который весит 524 килограмма. Удельный импульс двигателя 4200 секунд, и нам нужно, чтобы этот спутник мог разгоняться до 2,5 километров в секунду, а не с 4, как оно у нас есть. Но мы просто хотим сделать полезную нагрузку, наш спутник легче, потому что у нас нет требования 4, например, километров в секунду. Мы хотим меньше, за счет этого уменьшить массу. Вот, посчитаем массу ксенона. В таком случае, то есть, масса ксенона у нас будет равна 524, это масса пустого спутника, умножить на Е в степени 2500, это то значение метров в секунду, которое мы хотим получить в результате. И деленное на 4200 умножить на 9,81. Минус 1, и получается значение 32. Это масса в килограммах того топлива, которое нужно залить. Конечно, если вы будете менять для такого количества топлива конструкцию спутника, у него поменяется пустая масса, придется это значение пересчитывать и так далее. Так что нужно это учесть. И вот еще, что нужно учесть, это то, что у вашей 32 килограмма это не единицы топлива в ксп, так что нужно еще посчитать плотность топлива в ксп. И как это сделать? Наводите мышкой на любой топливный бак. И видите здесь массу всего топлива, которое там есть. Теперь нужно эту массу, которая указана в тоннах, поделить на число единиц, так чтобы узнать массу одной единицы топлива. Мы делим 0,04 на 400 и получаем, что одна единица аксинона в ксп весит 100 граммов или 0,1 килограмма. Теперь нужно перевести массу топлива, которое мы рассчитали по формуле в единицы, которая у нас есть. Делим 32 на 1 десятую, получаем 320 единиц ксенона, которые нужны. Выставляем примерно такое число в баке и сверяемся с Kerbal Engineer. И действительно получается примерно 2500 метров в секунду. Для двухкомпонентного топлива немножко все сложнее, но все-таки, если вы знаете немного арифметики, это можно решить запросто. Возьмем обычную капсулу массой 840 килограмм примерно, пустой бак 400Т массой 250 килограмм, двигатель 909, триер массой 500 килограмм и у него есть удельный импульс в 345 секунд в вакууме. И в сумме эта вся конструкция вместе с двигателем и баком весит 1590 килограмм. И допустим, нам не нужно больше полутора километров в секунду, и мы хотим сэкономить вес полезной нагрузки для нашей ракеты, которая будет это все нести в космос. Так что мы можем залить меньше топлива, и нам интересно, сколько же на самом деле его нужно залить. Считаем, и масса топлива будет равна 1590 килограмм умножить на Е в степени 1500 метров в секунду, делить на 345 секунд умножить на 9,81, минус 1, и получается 887 килограмм примерно. Смотрим теперь в описании двигателя. Для работы двигателя требуется 1,596 единиц топлива и 1,951 единиц окислителя в секунду. Нужно найти долю топлива в этой смеси. Делим 1,596 на 1,596 плюс 1,951 единиц топлива делим на сумму количества топлива и окислителя вместе. Получаем некоторое значение 44,9, то есть примерно 45%. А значит, что 45% топлива и 55% окислителя приходится на топливную смесь. Значит, мы теперь можем из общей массы, которую мы получили, 887 килограмм, получить путем умножения на 0,45 400 килограмм топлива нам требуется и 487 килограмм окислителя, чтобы это все сжечь. Теперь осталось узнать плотность топлива и окислителя. Из описания бака выходит, что 189 на 900, 0,2 килограмма на единицу, это для топлива и точно так же для окислителя, 0,2. Значит, нам нужно 400 умножить на 0,2, получаем 80 единиц топлива и 487 умножить на 0,2, это 97,4 единиц окислителя. Мы это все выставляем в баке, бак нам это не позволяет выставить, можно выставить только чуть больше или чуть меньше, мы выставим чуть больше. И с таким значением мы видим, что Turbo Engineer действительно нам показывает примерно то же значение, только больше, конечно же, потому что топлива мы больше залили. Получается 1651 метров в секунду. Если эти 1651 метров в секунду вставить нашу формулу сюда вот вместо 1500 метров в секунду, можете это проверить самостоятельно. Хотя мне кажется, что вот эту вот формулу намного даже полезнее использовать, если у вас есть, например, процедурные баки и коэффициент массы конструкции бака, очень легко это можно сделать, можно эту формулу доработать и учитывать и массу баков, которые для этого нужны. Но, понятное дело, вам все это не нужно считать вручную, потому что у вас есть Turbo Engineer, который все может пересчитывать автоматически. И можно пользоваться для таких целей, можно без него обходиться, но мне кажется, что вам наскучат вот эти вычисления делать каждый раз, когда нужно что-то поменять. А теперь вы знаете, как это все работает, поэтому вы будете понимать, почему Turbo Engineer, например, может допустить какую-то ошибку, и что делать, если он, например, не работает или ошибается. Вы можете все посчитать самостоятельно. Также вы узнали теперь, какова зависимость количества топлива от желаемой скорости, которую нужно получить. Видим, что это экспоненциальная зависимость. И я надеюсь, что этот гайд вам вернет интерес, может, к математике, к физике. А на этом всем пока, и спасибо за терпение, потому что я понимаю, что лекция была сумбурной и, может быть, в чем-то запутанной.